Александр Кирьяцкий, сегодня 11 апреля 2024 года, впервые за 11 лет решил записать на видео свое обращение к моим зрителям, которые должны знать, что с 2013 года YouTube запрещает мне оставлять мои комментарии к другим видео. Когда я их оставляю, перезагружаю компьютер, они тут же исчезают. Иногда они остаются, но вижу только я их. Если же я не вошел в YouTube, Google, то в других аккаунтах, в свободных просмотрах YouTube, Google, без адреса владельца страницы, мои комментарии точно так же исчезали, не замечались. Сейчас они просто исчезают. Я оставил столице поэтов то, что я думаю, по какой причине у них всего 22 просмотра в течение двух лет. Мне обидно за русскоязычную поэзию. Я считаю, что мы должны бороться с этим. Это не политика, это просто издевательство. Издевательство над всеми нами, русскими мигрантами. К сожалению, Россия нас не замечает и не дает нам слова, потому что такие, как я, не раскручены, не знамениты, как Яков Кедми. А России удобнее оперировать мнениями, борцами с этим тоталитарным западным режимом на базе известных, признанных в мире личностей. К сожалению, к этим я не отношусь. А это замкнутый круг, таких, как я, очень много в мире. Показываю мой комментарий, который я не могу оставить в Ютубе, как все мои другие комментарии за последние 11 лет. Как всегда, с 2013 года Нел Сталинская НБ удаляет все мои комментарии в Ютубе. Если это сам владелец столицы поэтов удаляет, пусть мужские напишут, и я больше тут не появлюсь. Я в Рутубе по следующему адресу. У вас всего 19 просмотров, сейчас 22. За два года в Ютубе. Вас даю ссылку. США преследуют, как меня. Ссылка моих плейлистов в Ютубе, где почти нет просмотров. И Вадима Астрахана. Ссылка на плейлист, где 50 песен Высоцкого в переводе на английский язык. С 1991 года гражданина США, лучшего поэтического переводчика. 50 песен Владимира Высоцкого на английский. На них ссылка после его имени. За 8 лет у данного поэтического перевода Астрахана на английский всего 76 просмотров. Не 76 тысяч, а 76. У теперь уже англоязычных песней Высоцкого корабли постоят и ложатся на курс. Но они возвращаются сквозь непогоду. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, вернусь не пройдет и полгода. Сделайте копии всех Ваших поэтических собраний в Рутубе. Не всего три, как у меня, 340. Вашим поэтам не обидно за такое ничтожное количество просмотров в течение двух лет. К сожалению, в Рутубе доминирует та же тенденция показывать, увы, только видео сынков-папиков, которые превращаются в знаменитых блогеров, где у банальнейших видео до 40 тысяч просмотров. Жаль, что так происходит в России, противостоящейся сейчас Америке. Во всех странах мира с нами США воюют. И не с 2014, а с 1989, чему свидетельствуют из данного плейлиста Вилли Токарева «Песни России» и семь первых песен, написанных и спятых именно в те времена Вилли Токаревым в 1989 году, когда Горбачев подарил Америке бывшей нашей колонии, так называемые соцстраны. В ответ от Америки мы, творческие люди вне политики, получили то, о чем поет Вилли Токарев. В 1989 году в первой песне этого плейлиста есть на свете твердолобые, заболевшие болезнью русофобии. Все долдонят, чтобы Россию уничтожили. До чего же, суки, дожили? Я подчеркиваю, что в своем плейлисте, концерте 1989 года, не крушение коммунистического режима, цель США и советского управления республиками, а уничтожение самой России. Цель США 1989 года, уничтожение нашего языка, на котором писали и пишут русскоязычные поэты во всем мире, уничтожение нашей культуры, теперь распространяется даже на Вадима Астрахана, не поэта, а просто поэтического переводчика 50 песен Высоцкого, главного лживого символа всей антисоветской пропаганды Америки 1970-80-х. Цель США 1989 года, даже не разрушение России как государства, а уничтожение всего русского, язычного, мирового наследия во всех сферах искусств, по всему миру. Даже среди тех, кто, как я, никогда не жили в России, а приняли ее культуру, проживая всю сознательную жизнь в других странах. Вадиму Астрахану в 1991 году исполнилось 13 лет. Замалчивание его переводов Высоцкого, Пастернака, Галича, Мандельштама и замена его богатыми папиками под руководством США – отличнейшее доказательство моей правоты. Думаю, что этот мой комментарий АНБ удалит, не пропустит и, как всегда, сбросит его в спам. Поэтому я оставляю его копии в намного более демократичном рутубе. Вот что происходит сейчас, если этот комментарий как бы оставить и перезагрузить с последним видео «Столицы поэтов», где всего 22 просмотра, я не шучу, 456 подписчиков, 22 просмотра, 2 года назад вставлены. Я нажимаю «Перезагрузить». «Перезагрузить страницу». Почему-то эта страница не перезагружается, смотрите. Страница должна перезагрузиться. Почему-то открываются другие страницы. Я перехожу на эти другие страницы, они исчезают. Контроль. Я не имею права ни о чем переписываться. Я, Кириллянский Александр, не могу владеть с компьютером, не могу ни о чем писать письма. Все мои письма читаются с 2013 года. Все, все, без исключения, находится под американским контролем. Рутуб спокойно оставляет, даже никому голову не приходит удалить этот комментарий. «Столица поэтов» номер 10. Там я оставил данный комментарий. Никто против меня ничего не имеет. Ввожу сюда адрес YouTube, если он скопировался. Показываю то, что в YouTube последний... Пожалуйста, один комментарий. Мой комментарий не оставлен. Который я оставил. И зачитал вам его. У меня нет технологий, у меня нет ничего. За 290 франков я ничего не могу купить. Исчезает. Он не остается в YouTube. То есть, если бы это первый раз было бы, я бы, может быть, промолчал. Но это уже... это всегда. То есть, я никому не могу оставить комментарий. А Россия меня не поддерживает. Потому что Россия не хочет об этом говорить. Из-за того, что я не раскручен просто-напросто. А России нужны люди раскрученные, признанные, знаменитые. Потому что на не раскрученных нужно тратить средства. У России средств нет. Вот и я на этом завершу. Хочу вставить в YouTube данное видео. И постараюсь связаться со столицей поэтов. Ну, как связаться? Все письма, которые я пишу, они не доходят из моих имейлов. Не пользуйтесь YouTube. Если у вас есть возможность перейти на YouTube, прошу прощения за отсутствие качества показа видео. То, что я медленно читал, я плохо видел. Я должен был видеть то, что показывает экран. Маленьким, синим цветом. Очень маленькие буквы. А у меня эти очки близорукие. В них надо смотреть далеко. Мне приходилось читать это в очках. А в очках очень плохо видеть жупы. Я без очков хорошо читаю. Но надо снимать очки, потом одевать их. Я как-то старался на это не тратить время. Поэтому я прошу прощения за свою некачественную видеозапись, которая показывает реальность сегодняшнего мира, реальность наших событий. И да, Швейцария мне предоставила вот эту вот студию, где я нахожусь, живу в настоящее время. Но это студия как бы ответ на то, что мне запрещается учиться и работать. Я не плачу ничего за данную комнатку в центре города Конте. Прекраснейшая кухня, прекраснейший вид, раковина. Вот сейчас я готовлю картошку, мясо. Я получил бесплатно вот мой стол и телевизор как монитор. Я показываю, отсутствие своей возможности оставлять комментарии в Ютубе, отсутствие возможности связаться с кем-либо вообще по имейлу, по Ютубу и так далее. Стоит столько Рутуб, который пока оставляет мои комментарии. Поэтому я молюсь на Путина. И это Путин, это Владимир Владимирович Путин, это спасение России, спасение от этого тоталитарного режима, который заставил меня превратиться из антисоветчика, ненавистника КГБшников, в патриота Советского Союза, патриота России и мечтателя о победе Путина. Таких, как я, простых людей в мире намного больше, чем раскрученных. Раскрученных всегда хорошо. Раскрученные всегда всего добиваются. Но мир-то состоит и зиждется на простых людях, на нераскрученных. Моя судьба – это судьба всех. Вот это Россия должна понять. И мне очень обидно, что в мои 54 года без одного месяца я ничего не могу сказать, ничего не могу сделать. И когда я умру, умер в Чистилище, чтобы бороться с теми энергиями, которые превращают простых людей в рабов, типа меня. Субтитры создавал DimaTorzok